Эта церемония не была чем-то масштабным, но от того важность торжественного момента нисколько не потерялась. Наоборот, в камерной и уютной обстановке в Российском Центре Науки и Культуры третьеклассник Глеб Полховский смог услышать самые искренние поздравления и пожелания от авторов международного конкурса, спонсоров и партнеров. Из более чем сотни работ его рассказ был в числе самых эмоциональных и живых. Когда-то деревня была большой, наполненная детским смехом, звоном топора и косы. Ароматом пирогов и медовых груш. История о небольшой вымирающей деревушке смогла покорить членов жюри международного конкурса. Настолько ненаигранно и настолько душевно Глебу удалось рассказать о своей бабушке, ее родине и о том, как становится грустно и одиноко, когда все уезжают в город. В качестве подарка юному режиссеру от организаторов и партнеров творческого состязания большой телевизор, книги и, конечно же, овации, которых заслуживает маленький талант. Нам отрадно, что победителями этого конкурса было пять человек, которые вышли в финал этого конкурса. Стали двое участников из Беларуси. Это молодые ребята. И призером этого конкурса стал брещанин Глеб Полховский. Замечательный, талантливый мальчик, который снял короткометражный фильм о вымирающей деревне и о надежде, о том, что деревня все-таки продолжит свою жизнь, что она будет наполнена детскими голосами, птичьими голосами, и деревня когда-то восстановится. На самом деле фильм очень трогательный, очень приятный, и я думаю, что вы все с удовольствием его посмотрите, тем более он длится всего одну минуту, но при этом наполнен глубоким смыслом. Эта дружная победа – пример того, как один простой детский посыл может изменить реальность. Родители поддержали стремление ребенка привлечь внимание к проблеме переезда в города. Нашли силы, время и ресурсы, чтобы воплотить задумку в жизнь. Победе сына мама и папа несказанно рады. А еще рады тому, что действительно многие односельчане после просмотра ролика задумались о более частых поездках на малую родину. Я хочу, чтобы люди приезжали, потому что Катя одна. Вы знаете, когда мы сняли этот ролик, прежде всего мы его разослали всем своим родственникам, которые действительно живут. Кто-то за рубежом, кто-то переехал в город, сами понимаете, потому что здесь и работа, и семьи уже свои. И что нас удивило, на следующий же большой праздник Пасхи приехали все. Все-таки зацепило. Да, и мы рады, что из уст Глеба эта история была услышана, и все съехались, все дотронулись до стен своих домов. Кто-то вспомнил, что здесь были произнесены первые в жизни слова. Кто-то ступил здесь свой первый годовалый шаг. Кто-то научился здесь держать ложку. Это целая история. Но самое главное, что каждый может вернуться в детство, находясь в деревне. Сегодня юный режиссер Глеб Полховский продолжает интересоваться всем вокруг. Маме-педагогу удалось привить мальчику любовь к книгам. В них он находит вдохновение и творческое начало. И, как знать, возможно, именно это первое признание послужит серьезным толчком для развития способностей и дальше.